В Ядринском районе обсудили итоги работы и задачи на последующие полугодия. Глава республики указал местным властям на болевые точки, какие проблемы волнуют жителей и как их намерены решать в администрации муниципалитета. Подробности у Дмитрия Ковалева. Новая школа на 300 мест позволит решить проблему второй смены в муниципалитете. В Ядрине ее начали возводить этой весной. Фотоотчет со строительной площадки публикуют на официальном портале органов власти. Рабочие начали поднимать стены трехэтажного здания. В районе продолжается и активная подготовка к учебному году. Приходят играть в футбол, они яблоки едят. Как едят? Едят. Едят. И вот видите, то все упадет. Если честно, яблок так много не было. За этим яблоневым садом ухаживают ученики и преподаватели Ядринской школы номер 3. Как здесь готовятся к новому учебному году, приехал проинспектировать глава региона. За летние каникулы сделали немало. В коридорах покрашены стены, отремонтирован спортивный зал и модернизирован пищеблок. В сентябре сюда придут 150 первоклассников. Мы многое сделали. Конечно, первое мы поставили задачу, это обеспечить учащики с учебниками. Учебники у нас поступали уже в марте месяце. Поступили буквально на днях. На 100 тысяч учебников еще они придут к нам буквально на этой неделе. Большую работу провели в актовом зале. Мы приготовили, сшили, заменили полностью занавеси в актовом зале. Поставили 6 прожекторов. Ну а первыми ремонт актового зала школы оценили участники расширенной встречи. Одна из главных тем благоустройства муниципалитета. За несколько дней до рабочего визита Михаила Игнатьева в Ядрин приезжали и наши коллеги. Местные жители пожаловали съемочной группе на захламленный мусором пляж. Очень бы хотелось, чтобы нашелся тот человек, который наконец-то бы занялся нашим пляжем. Убрал вот этот мусор, который каждый день. И дети приходят, и взрослые. Каждый раз смотрим на это безобразие. К приезду главы региона берега Суры очистили от мусора. Стало чище. Намного стало как-то приятнее. И, в общем-то, так-то все нормально, я считаю. И песочек, и все. Ну, может быть, еще как-то сами люди. Вот как-то надо не сорить. В муниципалитете реализуют и местные инициативы. В планах на этот год порядка 15 проектов. В Малокорщинском сельском поселении, где маленькие деревни Ямалоки, по улице Ямалоки, проложили щегуночную дорогу. Софинансированные энные суммы собрали жильцы, район и республика. Поэтому цели и задачи нам ясны. В Ядрине продолжают ремонтировать и аварийные участки дорог. Из регионального бюджета муниципалитету выделена многомиллионная сумма. Перед нами поставлена задача в 2024 году снизить гибель людей в дорожно-транспортных происшествиях. Цифра стоит 4 человека на 100 тысяч населения. Больная тема для район на долги за жилищно-коммунальные услуги. За последние полгода сумма недоимок увеличилась на 20%. Фамилии есть у этих людей. Мы для учетов, хочу сказать, для малобеспеченных семей, с учетом роста тарифов, закладываем столько средств, сколько нужно, сколько необходимо. В конечном счете власть будет виновата. Если сейчас меры не примем, они никто не скажут на улице, я не платил, поэтому там тепло или горячей воды. Они скажут, что власть плохо работает. Необходимо сокращать и количество необрабатываемых земель. В дальнейшем эта работа будет продолжена. Я считаю, что убежден, что таких земель мы не оставим. Нам надо находить людей, которые любят эту землю, которые знают, что такое сельхозяйственное производство, чтобы там производилась продукция и появлялись рабочие места. На встрече обсудили подробно изменения закона о пенсиях. Предположительно, в Яновском районе это коснется в течение этих 10 лет 2288 граждан Яновского района. Основными предпосылками, лежавшими в основе разработки этого законопроекта, является демографическая ситуация в стране. Ежегодность численность граждан уменьшается на 0,4 миллиона человек, а увеличивается на 1,6 миллиона человек. Задача для властей на последующие полгода повышение доли дохода в бюджете и реализация инвестиционных проектов – это залог стабильного экономического роста. Дмитрий Ковалев, Алексей Нейкин и Михаил Солин. Республика.